привет привет вы на канале зеленый огород с вами елена я очень люблю на своем огороде выращивать перец перец выращиваю везде и в теплицах и в открытом грунте и в тоннельных парничках в общем везде у нас его растет очень много моей рассаде перца исполнилось 20 дней и мне сегодня вкратце хочется рассказать как я за ней ухаживала от всходов и до сегодняшнего дня и что нужно будет делать дальше семена перца всходят всегда в очень хороших парниковых условиях там очень много влаги поэтому когда мы пленку снимаем лишняя влага сразу же начинает испаряться и первые дни обычно неделю я рассаду свою даже не поливаю потому что ей этого не нужно там достаточно влаги если вы очень много будете увлажнять грунт то можно потерять все всходы первое что мы делаем как только появились петельки снимаем все укрытия и ставим нашу рассаду в более прохладное место температуру нужно сразу же понизить днем она должна быть плюс 16 вечером ночью плюс 10 не всегда у нас получается обеспечить нашей рассаде такую температуру я обычно ставлю ее на подоконник чуть-чуть приоткрываю окно на проветривание но сам подоконник очень прохладный поэтому на подоконник я всегда прокладываю или пенопласт или пеноплекс и рассаду теперь нужно досвечивать 5-7 дней круглосуточно ровно через неделю рассаду нужно перенести уже в более комфортные условия при температуре 23-25 градусов досвечивать ее уже нужно 12-14 часов ночью должно быть темно чтобы рассада знала что такое день что такое ночь и тогда рассада на две-три недели начинает быстрее зацветать и давать бутоны и естественного быстрее с вами получим урожай что делать сейчас нужно рассаду обязательно рыхлить чтобы был своевременный доступ воздуха мы все с вами высаживали наши семена в очень рыхлый грунт он у нас дышит но тем не менее когда у нас подсыхает земля все равно сверху даже так если вермикулит все равно земля чуть-чуть подсыхает поэтому перед тем как проливать нужно чуть-чуть взрыхлить аккуратно аккуратно буквально на сантиметр вокруг каждого растения и в междурядьях землю тогда будет очень хороший доступ кислорода к корешкам и корневая система будет развиваться очень хорошо теперь что касается поливов поливать рассаду нужно очень умеренно и осторожно но также не допускать ее пересыхание прежде чем рассаду поливать я точно также рыхлю землю растение у меня уже подросли поэтому сегодня я буду проливать не пульверизатором а проливать уже из спринцовки буквально чуть-чуть все и сейчас буду ждать пока вода пройдет вниз через две-три недели после всходов можно делать уже первую подкормку нашим растениям я буду использовать сегодня биогумус внимательно читайте инструкцию потому что концентрация бывает разная вот этот биогумус нужно использовать на 5 литров 100 миллилитров я беру литр воды наливаю 20 миллилитров удобрения поливаем понемножку если у вас растения посажены в большой контейнер то можно по столовой ложке под одно растение и следующую подкормку я буду делать через две недели если вы не любите минеральные удобрения можно сделать свое удобрение например взять 5 грамм обычных сухих дрожжей одну столовую ложку сахара и все это растворить в одном литре теплой воды но прежде чем подкармливать конечно нужно сначала чуть-чуть полить обычной водой вода должна быть 28-30 градусов очень теплая и после того как пролили обычной водой уже только тогда можно удобрять если мы будем соблюдать правильное освещение температуру а также поливы для нашей рассады она будет развиваться хорошо и вырастет в крепкое здоровое растение ну а мы с вами встретимся когда я буду свои растения пикировать на этом все если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал пока пока